Включите свет! Звезды зажигаются здесь и линейка с президентом. Александр Лукашенко перерезал красную ленту в новой школе Бобруйска. Сколько длилась стройка и почему 35-й выводит городское образование на новый уровень? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели, а те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Плановая модернизация, пересечение границы и осенние нововведения. Так, пенсии выросли на 7%, средняя выплата составляет почти 545 рублей, от чего теперь будет зависеть сумма в жировках. И все на урок. В Бобруйске открыли новую 35-ю школу. С Днем Знаний учеников и их родителей лично поздравил Александр Лукашенко. Нам не нужны практически школы. Мы уже построили столько, сколько надо. Главное сейчас их запомнить. Вот и лето прошло. Городские школы ярко встретили 1 сентября. Ученики, родители, педагоги. Праздник один для всех. Как преобразились и почему от гимназистов ждут спортивных рекордов. Настало твое время. Коллективы Дворца искусств проводят набор. Есть еще платное формирование для взрослых. Это зумба-фитнес, реал-фитнес. Какие условия и почему в 30 лет все только начинается? Циклон Ида. Британский кризис и теракт в Новой Зеландии. Там мужчина с ножом напал на людей в супермаркете. Сколько человек пострадали. В Беларуси отзвенел День Знаний. Для Бобруйска праздник стал вдвойне приятным. Первое открылось в новое учреждение образования под номером 35. Второе красную ленту перерезал президент Александр Лукашенко. Не прошло и года. Благодаря поддержке главы государства и стараниям строителей заведение возвели в кратчайшие сроки. Как прошла главная линейка страны и кто дал самый первый звонок? Все подробности в нашем следующем материале. Предисловие. История 35-й школы началась в 2020-м. Когда Александр Лукашенко посещал швейную фабрику «Славянка», одна из сотрудниц обратилась к главе государства с просьбой. У меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на седьмом микрорайоне, прощу ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорте едет, добирается четыре остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано, полседьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нету школы. Я бы хотела, чтобы... Понятно, раз в четыре остановки сын ездит, то надо... Я просто без... у нас нету там на седьмом микрорайоне вообще никакой школы. А она нужна, эта школа, для Бобруйска? Она нужна. Для Бобруйска? Да. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, доложат, будем думать, что делать с вашей школой. Спасибо большое. Александр Лукашенко ситуацию взял под личный контроль. Спустя несколько месяцев по распоряжению президента новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу. Добавляется к ней и современный детский сад. 1 августа жители седьмого микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием. 2021. На календаре 1 сентября. Родители, ученики, педагоги волнуются все. Еще бы, первая линейка в самой новой школе Бобруйска. Сегодня какой праздник? 1 сентября. В школу хочешь идти? Да. А чем ты будешь заниматься? Учиться. Хорошо будешь учиться? Да. Училась читать, писать, считать? Училась, но еще не умею пока. Как думаешь, здесь научат? Да. Проснулись очень рано, первые детей на 2 часа. Давай все гладить, собирать чай, пироженки. Поэтому завтракали, нарядились и с хорошим-хорошим настроением пришли сюда. Школа новая, нарядная, красивая. До начала линейки считанные минуты. В небе самый известный белорусский вертолет. Борт номер 1 совершает посадку. Многие достают телефоны и начинают снимать исторические кадры. Александр Лукашенко лично прилетел, чтобы разделить праздник с бобручанами. И, конечно, открыть новую, без сомнения, долгожданную школу. Свои места занимают и главные действующие лица. Первоклассники под бурные аплодисменты. Вступительная речь президента – традиция. Александр Лукашенко отмечает жителей молодежного микрорайона, местные органы власти. Все хотели открыть новую школу именно 1 сентября. Все получилось. Меньше года понадобилось, чтобы возвести храм знаний, современные. Такой рациональный подход строить там, где жизненно необходимо, будут применять по всей стране. Мы вот на подходе к вашей школе говорили о том, надо ли нам еще в стране строить школу. Нам не нужны практически школы. Мы уже построили столько, сколько надо. Главное сейчас их заполнить. Если там останутся где-то единицы, где еще в две смены занимаются детишки, там мы обязательно в этой пятилетке точно решим эту проблему. Но вся деда в том, например, в советии недавно, я об этом говорил, особенно в Минске. В центре Минска мы в то время построили много школ. И так население уже стареющее. Там же нет маленьких детишек. Молодые люди расселяются в Минске в микрорайонах, так как в Бобруське. И мы там начинаем опять создавать эти школы. Строить школы это не дешево. А в центре Минска в то же время школы могут быть незаполбленными. Поэтому нам очень аккуратно и осторожно подходить к строительству школ. Я поручил правительству и министру, чтобы мы эти деньги потратили не на строительство новую школу, а заполнить надо все, что у нас есть, места, не считай, у нас хорошие. В конце концов, это и на население 10 километров или 5 километров пешком в школу надо ходить, хотя уже никто не ходит. Поэтому эти школы надо заполнить, а сэкономленные средства и в образовании, и в здравоохранении направить на повышение заработной платы учителей и поднятие уровня базы существующих школ. Обращаясь к педагогам, родителям и ученикам, Александр Лукашенко призвал пройти школьные годы достойно. Здесь закладывается фундамент будущего, не только отдельного человека, но и всей страны. У храма знаний, как и у любого дома, есть свой ключ – золотой. Президенту его передает директор Бобруйского КПД. В ближайшее год понадобилось его коллективу для того, чтобы выполнить поручение президента и построить этот храм. Еще раз говорю, берегите. Это стоит недостаточно. Ну и главному правительству я хочу передать этот ключ. Ключ вручается директор школы Татьяны Франции Нервной Северской. Настало время самой звонкой традиции. Звучит первый школьный звонок. Новый учебный год начинается. Школа открывает свои двери. В самые жаркие дни здесь трудились до 500 специалистов. Было задействовано более 50 единиц техники. Уложились в 9 месяцев. Территория площадью в 4 гектара, столько же этажей. Новая школа – это ультрасовременный образовательный комплекс. Рассчитан он на 44 класса. Одновременно готов принять больше тысячи учеников. 1096. Столько учеников переступают порог 35-й. Кабинеты, лаборатории, столовые. Что традиционно должно быть в школе. Витамины бар, бассейн, тир, лыжная база – это новинки. Создана безбарьерная среда для особенных детей. К вашим услугам – лифт и пандус. Храм знаний наш очень современный. Наполнен электроникой, мультимедийными системами. Все по последнему слову техники. Кроме этого оборудованы современные кабинеты биологии, химии, физики. Прекрасная спортивная база. Как в самом учреждении, так и на площадках, которые находятся возле школы. Это и стадион, это и плавательный бассейн, который скоро откроется. Тренажерный зал, гимнастический зал, зал для занятий ритмикой и танцем. Школьная библиотека заслуживает отдельного внимания. Современные компьютеры, выход в интернет. 35-я – первая во всем городе, которая официально сотрудничает с Национальной библиотекой Беларуси. За 150 километров от столичного проспекта независимости можно посещать читальный зал. Виртуально. Первый звонок в этом году прозвучал для 118 тысяч первоклассников. Всего же за парты сели около 1,085,000 учеников. Сразу семь новых школ распахнули свои двери. Кроме Бобруйска, учреждения образования открылись в Гомеле, Барановичах, Столбцах, в Агрогородке-Колодище и в двух микрорайонах столицы. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Не только в 35-й звенел звонок. Все городские школы масштабно встретили начало учебного года. Например, у 3-й гимназии отныне есть свой стадион. Это подарок завода тракторных деталей и агрегатов. А в 20-й учеников встречает яркая вывеска. Карина Гуревич и Ольга Васенда о торжественных линейках и не только. Вот и лето прошло. В Бобруйске – День знаний. Тысячи ребят в деловых костюмах с букетами в руках отправляются на школьные линейки. Впереди у них целый учебный год. Для некоторых он последний. Среди них Полина Недвецкая. В мае 2022-го ее ждут экзамены, ЦТ, поступления в университет. Но это через 9 месяцев. А сейчас 11-й школьный год. Планы грандиозные. Снять фильм ко дню учителя, выступить на Олимпиаде, покорить новые вершины. Сделать это время незабываемым. Очень необычно, вот особенно, когда я платье утром надела. Одеваю платье, я понимаю, что 11-й класс уже последний год. И помню, как, допустим, в том году это платье одевали другие старшеклассники, а сейчас в нем я. И такие смешанные какие-то эмоции, что за последний год и все, уже самостоятельная жизнь. Не до конца это понимаю. День знаний в 20-й школе всегда большой праздник. Начинается линейка. Первое слово за директором продолжают малыши. От них литературный подарок. Стихи – это их первый шаг в новой роли. Танцевальный номер в программе – сюрприз от старших товарищей. Книга про Беларусь – приятный бонус. Сегодня, 1 сентября, в День знаний, хочется искренне пожелать родителям терпения, детям, нашим ученикам, достижений. Пусть приобретают знания, пускай становятся истинными гражданами своей любимой Белоруссии. И, конечно, искренне хочется пожелать детям быть счастливыми. За парты на Лыньково-23 сели больше 900 ребят. Сотни из них – это первоклассники. Первый урок – классный час. Школьный звонок звучит и в третьей гимназии. Ученики, родители, педагоги – праздник один для всех. И все-таки главные герои – первоклассники. У них начинается большой и полный сюрпризов – новый этап жизни. В гимназии четыре первых класса – это 105 человек. В руках яркие букеты, шарики, на лице – улыбки. У некоторых малышей творческий дебют. Впервые на широкой публике читают стихи и поют песни. Выпускники, в свою очередь, своим младшим коллегам дарят альбомы-карандаши. В этом году вы уже знаете, что вводится так называемая новая должность у нас. Руководитель военно-патриотического воспитания. Мы нашли уже человека, который будет заниматься этим. В этом году у нас на первое место выходит духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание. И, ну, вместе с тем, качество образования. Звонок звенит и всех зовет на урок. Первое сентября – не только праздник, но и новое знакомство. Например, с учительницей. Первое занятие длится 40 минут. Тяжело? Да. Но малыши стойко переносят все трудности. Они серьезно настроены на ближайшие 11 лет. Там, где учатся, учатся, читать и писать. Что ты в школе будешь делать? Учиться. Чему будешь учиться? Читать, писать. Как прошло сегодня твое утро? Как вы с мамой собирались в школу? Я с мамой собиралась в школу. Сначала пообедала, потом причесалась, оделась и пошла в школу. День знаний – время сюрпризов. В этот раз – это открытие нового спортивного комплекса. Спасибо заводу тракторных деталей и агрегатов. Ленту перевязают директора гимназии и предприятия. Последний, ко всему прочему, наносит первый удар поворотом. После оставляет автограф на мяча. Стадион – не просто подарок, это решение проблемы. Раньше уроки проводили на Славянке. Теперь для занятий физкультурой нужно всего лишь выйти из двери школы. К слову, с этого года учреждение образования перешло на двухсменный режим работы. В мае текущего года коллегиально вся команда нашего завода приняла решение сделать подарок. В прошлом году мы сделали подарок к 75-летию. Основание завода реконструировали детский сад 56-й в нашем городе. А в этом году решили сделать подарок нашей гимназии номер 3. В День знаний распахнули свои двери 34 городские школы. Спортивные площадки, учебные кабинеты, педагоги, дети – все и все готовы. 24 тысячи человек. Столько учащихся в Бобруйске в этом году. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Павел Зуев, Максим Галеонко. Итоги недели. Школьные изменения, сумма в Жироках и новый штадлер. Белорусская железная дорога пустит современные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса. Какой график движения? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В сентябрь в Беларуси начался с нововведений. Так, пенсии выросли на 7%. Средняя выплата теперь составляет почти 545 рублей. По-новому будет начисляться и сумма за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые тарифы зависят о площади квартиры. Также начали принимать заявления на оформление биометрических документов. Один из них – ID-карта с микрочипом для пользования внутри страны. Отдельные категории граждан смогут пересекать границу республики наземным транспортом раз в три месяца. Эта норма распространяется на тех, кто имеет вид на жительство или паспорт другого государства. Кроме того, это касается и белорусов, которые работают или учатся за рубежом, а также иностранцев с разрешением на проживание в нашей стране. Ранее выезжать можно было не чаще одного раза в полгода. Эта мера – необходимость для предотвращения распространения инфекции COVID-19. В школах Беларуси изменится правило перехода в профильный класс. Проходной бал поднимут до семей. Также учащиеся будут сдавать СТ в специализированных центрах. При этом сохранятся выпускные экзамены по трудовому обучению и иностранному языку. Систему применят на практике уже в 2023-м. Белтелеком проводит плановую модернизацию оборудования. Она затрагивает пользователей как бесплатного пакета телепрограмм, так и абонентов залы. Завершат 31 декабря. С 9 утра до 17 часов в это время могут быть перебои. В результате работы изменятся радиочастотные каналы. Пользователям будет необходимо перенастроить технику. Больше информации на сайте оператора. Белорусская железная дорога пустит новые электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса. В пробном режиме с завтрашнего дня начнут курсировать три состава «Штадлер» по маршруту «Минск-Гомель». В салоне 262 места для сидения. Предусмотрена зона для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Безопасная дорога в школу. В Беларуси завершилась акция «Внимание, дети!». Главным условием был включен и ближний свет фар. Максимальный штраф за нарушение составил 87 рублей. В списке провинившихся почти 100 человек. А вот за последние 8 месяцев на территории города маленькие в обручании 9 раз попадали в аварии. Одна произошла по вине ребенка. Так почему водители пренебрегают правилами и какая самая популярная отговорка? В очередной рейд с инспекторами ГАИ отправилась и наша съемочная группа. Каникулы закончились. Первый звонок прозвенел. Дети вышли на дороги. Время быть бдительными. Начало учебного года – пик аварий с участием школьников. ГАИ усиливает контроль. Улица Минская, рядом 18-я школа. Экипаж ГАИ следит за соблюдением правил. В частности, сотрудников интересует включенный ближний свет фар и скоростной режим. В обручке продолжается акция «Внимание, дети!». Самая популярная фраза в эти дни – «забыл». Почему вы были без включенных фар сегодня? Забыл. Серьезно забыл. Три дня ездил, сегодня забыл. А про акцию знаете, что она проходит дважды в год? Каждый год прохожу. Ну, всегда включаю. Жизнь наших детей, конечно, дорога, поэтому как-то надо быть более внимательным. Поэтому и предупреждают. Внимание уделяют. Машина включена, свет. Ребенок уже как бы обращает внимание на движущую машину. В первый раз предупреждение. За повторную забывчивость. Штраф. Максимальная сумма – 87 рублей. К слову, за время акции привлечено к ответственности около сотни водителей. Не забывайте, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов. Учитывайте тот момент, что дети, которые идут в школу, они могут перебирать через пешеходные переходы. Конечно, конечно. Сбрасывайте скорость, соблюдайте скоростный режим. Я где-то ездил за городом 80-90, а в городе 50-40. Все, будьте внимательны. Хорошего дня. Огромное спасибо. В начале учебного года особенно важно напомнить о правилах безопасности. Водители, осознанно относитесь к своим действиям за рулем. Школьники, учите, повторяйте ПДД. Докус автоинспекция напоминает ребятам о том, что необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части дороги. Будь то регулируемый пешеходный переход, либо нерегулируемый. Также необходимо спешиваться с велосипеда на пешеходных переходах. Акция «Внимание, дети!» проходит два раза в год. В начале и в конце летних каникул. Нынешняя завершилась сегодня. За последние восемь месяцев на территории города дети девять раз попадали в аварии. Одна произошла по вине ребенка. 1 сентября в Костюковичах под колесами машины оказалась девятилетняя девочка. Школьница переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас она в больнице. Карина Гуревич и Максим Галеонко. Итоги недели. Объявляется набор. Двери Дворца искусств открыты для всех, кто хочет продемонстрировать свои таланты. Вокал, танцы, зумба коллективы готовы дать вам шанс. До конца сентября будут проходить отборы. Единственное ограничение – это возраст. Вам должно быть не меньше четырех. Дарья Мейерсон с четырех лет в танцах. Начинала с восточных. С возрастом вкусы меняются. Теперь на первом месте современные. Любимый контемп, чувственный и выразительный. Делу посвящает всю себя и даже в свободное время. Тренировки проходят два раза в неделю, во вторник и пятницу. Начало в 20.00. Занимаются по часу, бывает и дольше. Занимаюсь я около четырех месяцев. В коллектив я попала так, что я занималась восточными танцами здесь. Ну и увидела, как девочки танцуют на сцене. Я занимаюсь танцами с детства. И просто когда я пришла, я в это влюбилась и все. Экспрессион – значит самовыражение. Коллективу ровно год. Кип-хоп, жаз-фанк, контемп. Танцуют все. Есть две группы – младшая и старшая. В первой – дети от шести лет, во второй – от тринадцати. По словам руководителя, сейчас нарабатывают базу. На этот год планы наполеоновские. Первый и самый главный пункт – показать себя на белорусском конкурсе «Бизон». К слову, если вам немножко за 30, есть возможность заниматься в студии. 30 лет – это достаточно такой условный возраст. То есть, в принципе, если человек хорошей физической формы, потому что танцы достаточно сложные, да, то, в принципе, можно и старше 30 приходить. Не только современные танцы. С августа набирают детей и в народные. Крыничка, чабарок. Попробовать свои силы можно до конца сентября. Всего во Дворце искусств 41 клуб. 16 коллективов носят звания заслуженных. Занятия проводятся на платной и бесплатной основах. На платной основе у нас в основном дети в возрасте от 4 до 12 лет. Но также есть еще платное формирование для взрослых. Это зумба-фитнес, реал-фитнес. На бесплатной основе – это все коллективы со званием. Только единственное – по возрастным рамкам. То есть, дети у нас получаются платные. А с 12 лет уже идет основной состав коллективов, он уже идет бесплатно. Во Дворце искусств каждый найдет занятие по душе. Если не танцы, то можно пойти на вокал в театральные группы. От вас только желание учиться и развиваться. В культурном центре работают настоящие профессионалы. Не упустите шанс. Возможно, именно вы рождены для сцены. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Вакцинация в ЕС, стихия в США и протесты в Афганистане. Несколько десятков женщин вышли на улицы Кабула. Какие требования выдвигают? Далее обзор громких мировых заголовков. В Новой Зеландии шесть человек пострадали в результате нападения. Вооруженный ножом мужчина ворвался в супермаркет и накинулся на посетителей и сотрудников. Полицейские, прибывшие по вызову, скрутили нападавшего. Им оказался гражданин Шри-Ланки. Он подозревался правоохранителями в симпатиях к исламскому государству. Власти назвали произошедшее терактом. На востоке США растет число погибших в результате ливней и наводнений, которые принес тропический циклон Ида. Погибло как минимум 50 человек. Ранее шторм прошелся по южному побережью. Сейчас в Новом Орлеане жители приходят в себя после стихии. Выстраиваются в длинные очереди за продуктами и бензином. Великобритании грозит тяжелый транспортный кризис. А вслед за ним и товарный. Уже несколько недель полки многих магазинов остаются пустыми. Дальнобойщиков в стране не хватает. Около 20 тысяч человек покинули полуостров после Брексита. Королевству срочно нужны около 100 тысяч водителей. Богатые компании привлекают работников повышенными зарплатами. Но это отражается на стоимости перевозок. Власти обещали даже привлечь военных шоферов. Несколько десятков женщин вышли с протестом на улице Кабула. Они призывают новое руководство страны поддержать их права и включить женщин в состав будущего правительства. Кроме того, демонстрантки хотят получать образование, вносить социальный и политический вклад в будущее государства, а также иметь свободу слова. Тем временем представитель движения «Талибан» заявил, женщин-министров в Афганистане не будет. В Европейском Союзе от COVID-19 полностью привиты 70% граждан старше 18 лет. Это 250 миллионов человек. Об этом сообщила глава Еврокомиссии. К слову, вакцинация, по мнению ВОЗ, – путь к открытию общества и стабилизации экономики. При этом специалисты отмечают, что мир по-прежнему сталкивается с проблемой недостаточного производства и доступа к препаратам. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин